Олдос Леонард Хаксли. Родился 26 июля 1894 года, умер 22 ноября 1963 года. Английский писатель-фантаст, новеллист и философ. Хаксли был гуманистом, пацифистом и сатириком. Позже он стал интересоваться духовными вопросами, парапсихологией и философским мистицизмом, в частности универсализмом. К концу своей жизни Хаксли был широко признан одним из выдающихся интеллектуалов своего времени. Факты не перестают существовать от того, что ими пренебрегают. Секрет гениальности в том, чтобы сохранить дух детства на всю жизнь и никогда не терять энтузиазм. Цель не может оправдывать средства по той простой и очевидной причине, что средства определяют природу цели. Прогресс технологии одаряет нас все более совершенными средствами для движения вспять. А что если наша Земля от какой-то другой планеты? Во Вселенной есть только один уголок, который ты можешь уверенно взять в кандидаты на улучшение, это ты сам. Я хотел изменить мир. Но я обнаружил, что единственное, в чем можно быть уверенным, это изменить себя. Как замечательно интересны, оригинальные люди на расстоянии. Факты истории интересуют нас только в том случае, если они вписываются в наши политические убеждения. То, что люди не учатся на ошибках истории, самый главный урок истории. Христианство сделало нас духовными варварами, наукоинтеллектуальными. Интеллектуал – это человек, который нашел кое-что интереснее секса. На вопрос, чему вас научили все ваши духовные искания и практики? Олдос Хаксли ответил, я ограничусь всего четырьмя словами, постарайтесь быть немного добрее. Мораль – это всегда продукт террора. Ее цепи и смирительные рубашки придумали люди, которые ограничивают свободу других, потому что сами в себя не верят. Люди готовы, чтобы немного развлечься, послушать философов, как они слушали бы скрипача или фигляра. Но чтобы поступать так, как советует разумный человек, никогда. Когда бы не приходилось делать выбор между разумным и безумцем, человечество всегда без колебаний шло за безумцем. Ибо безумец обращается к самой сущности человека, к его страсти и инстинктам. Философы же обращаются к внешнему и второстепенному рассудку. Опыт это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит. Музыка стоит на втором месте после молчания, когда речь идет о том, чтобы выразить невыразимое. Почему так много мальчиков и девочек заканчивают школу с притупленным восприятием и ограниченным взглядом на мир? Молодые люди заболевают психическим артериосклерозом за 40 лет до того, как их одолевает артериосклероз физический. История, как мясной паштет. Лучше не вглядываться, как его приготовляют. Революция хороша на первом этапе, когда летят головы тех, кто наверху. Самым абсурдным и чудовищным на войне есть то, что человека, который лично не имеет ничего против своего ближнего, учит хладнокровно его убивать. Слова хорошие слуги, но плохие хозяева. Один из путей познания Бога – его отрицание. Реальность бесконечно сложна для нашего познания. Мы должны упрощать. Обычно счастье – это побочный эффект другой деятельности. Аксиома. Чем больше любопытства вызывают наши новые знакомые, тем меньше они его заслуживают. Большинство людей обладают совершенно уникальной способностью все принимать на веру. Это те вещи, на которые люди должны посмотреть. Вещи без претензий, довольны будучи просто собой. Собравшись в толпе, люди теряют способность рассуждать и способность к нравственному выбору. Я ел цивилизацию. Это отравило меня, я был осквернен. А потом добавил он более низким тоном, я съел свое собственное зло. Чтобы оценить пирог, нужно его отведать, а не рассуждать о рецептах. Ужасно, когда человек умеет правильно говорить неправильные вещи. Чтобы все знать, надо быть не только зрителем, но и актером. Самое надежное лекарство от иллюзий – взгляд в зеркало. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на канал Вселенная внутри тебя. Познавать себя и меняться никогда не поздно.